Девушки отдыхают 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 был, есть стокрость важнейшая утратой неповторального материала. Режиссер с правдивого здарения не дает, но за выиграну. И вот из этих вспомненных, отрюковых первотними уйти измонтировал сцену, о которой я вам рассказываю и которую в скруче показываю. Режиссер Вракам до истоты rzeczy, czyli милости в костюме. Костиушко, его zwyкинская битва под Раславицами была oczywiście важна, но для продуктов, для właścicieli кино, то они фильмы финансовали, а также и для видов важнейшая была оповесть милостан. Режиссер Ханюш, патр! Одwieчный схемат, stosowany как же часто и дичь, зналазил ту застосование. Бывай! Она кохана есть через двух пријциум, oczywiście kryсцтауовых, моральни. Дися один musел бы быть вредным дранем. За старую дружбу! На смерть и живище! Один есть поручник, други ротмистцем, но шаржа не отгрыва тут истотной роли. Компликация поводует то, что одного гра Витолд Захаревич, а другого Ержи Пихельски, то, что двой равнодзедни аманци. Аж блас мил отбать, пан. Такого зейнча всегда укладывалам. Забавяй, панец Казимир, гостя! То была ситуация, которую мог розвязать только и вылочнее сценариста, а был ним Станислав Urbanович и задание свое выкона. Казимир, пресягам на хонор! Не важно, можете о хоноре В часах неко позднейших, хоть для нас ровно олеглых, разгрыва себя акция фильму Полицмейстер Тадеев. Тут милощ на добром справе керует целую акцию. Титулый Полицмейстер есть, ну, oczywiście, целковитой каналью, в додатку хитрой и перфидной. До своих нецных целых выкористует свою прийцо куку, которую он хочет учитать шпицлем, эффектовна тридцема как так. В настрою более лусьным, а так на правду то сатирично- ироничным разгрывают себя пригоды инного полицмейстра, в которого, через преподатк, вцилился warsзавский цваниачек, sprzedающий кролики на керцелаку, czyli Adolf Демсша jako Antек Крол. Демсша Мечислава Цвиклинска. Демсша Мечислава Ту милощ в костюме была wielорака. Антек, уже как полицмейстер, закохује в шличной покојфце Мария Богда, але в полицмейстре закохује вбрев вселким засадам и регуламинам пани губернаторова, цили Мечислава Цвиклинска. Так, так, так. И в этот способ очко, очко, очко до себе, так. Ближе гуўка, ближе гуўка, кокеталинь, не мрук, мрук, мруками, мруками, так, 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 так. Позостаюць в тем самым крэгу росыјско-заборчым, але на найвыжшем позиоми в херархи, познајемы ситуациј бардзо скомпликовану, эмоцьоналне и политичне. Ото храбианка Йоанна Гурдзиўска, Йадвига Смосарска. Која, шцерже и патриотичне самега Валериана Укасиўскего, бохатерскего, бојовника неподлеглојциўска. Шцерже и патриотичне, алько абсолютно на бакер с правдой историчной. Нацијли вуд, јго высокојць, великий кс. Константы Павлович, крычы собе повејць, за жану пањску пасирбисце, храбианке, Йоанне Грудзиўску. Йоанна Грудзиўска выходи за мусь за великего кс. Константы. Очывище по то, бе в тен способ муць вплыва�ć позитиўне на лосы ойчызны. Фантазја, выобрањня наших сценаристов не мяла грањц. Зејдьмя на земја. До повејци Степана Жеромскего «Верна река» уже сејашјо. В раку 1922 всзејд на екраны филм рак 1863. Зеализуваўу го пјонир нашејго кина, Едвард Пухальски. Як случне кедысь писано. Реализатори филму Скупили się przede wszystkim на драматичной и несчастливой милости ксения Одровожа и Саломеи Ораз бременной в скутки интервенции матки. Фабула утуполнена стала образами alegoryчными и оживленными образами Artура Гродгера из цикла «Полония и Литвания». А повстанец где? В 1936 году вошла на экраны следующая, уже на новые часы, в частности «Адаптация «Верной речи». Режиссерована przez Леонарда Бучковского с Мечиславем Цибульским и Барбаром Орвит в ролях главных. Как писано в программе до этого фильма «Мiędzy милом, а одровожем, розквита милость, погрожени в экстазию, маржа о вызволонной ойчизне и мауржестве». Он мне говорил, ты го кохашь и он тебя коха, правда? Редактация «Верной речи» «Але как си здарова, то повстала ли фильмы на новые часы, выjąтковые». Таким фильмом, выjąтком была «Барбара Радзиwiћовна». Автор сценариуса, Анатол Стерн, представил титуловую богатерку в нетузинковый, близкий правды способ, чили, как витвор эпохи, чили авантурнице и интригантке, «Кобетэ о велких амбицях» з замићуванем до «зайаздов», «авантур» и «пригод милосных». Влащицеле кино, которые полске предвојнне фильмы финансовали, преразилися этим помыслом и зашодали повроту до шаблонного визерунку заровно «Барбары», как и «Кроловой» «Боны». Лейтес, который фильм режиссеровај, старајся по консультацијах з historyками одкљамаћ истнејћу легендэ о праве «небиањскій» «барбарзе» и «демоничной», «окрутной» «бони». «Барзићовна»? «Бя, як муј сијн выберам». Трохе му се то удаћо, але только втеды, когда представјал самоволе, вархојство, прывате и себе пајство шлакте. «О Буг, дай, чтобы м был тюранем! Може бы м втеды потрајћ здусић в вас то вархојство! Вам не о добро тего крају ходи, лец о вашу хранебном самоволе!» Филмем хисторичным, значне ближшим оцекиванијм заровно влаћццијћећ кин, как и видзјћ, была в року 1937 кротохвила, хисторична ујн кс. Юзефа. Знана ровнешјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј. А ко ту јст? Серце! Зоставь, бо то пеѓни только для поручника под панны Каси. З Рамонем, пане поручнику! Вśród рыcerskiej молодежи Cieszy się niezwyклым Powодzeniem Piękna oberżystka Kasia Jadwiga Smozarska Ale ona darzy miłością wyłącznie Skromnego, lecz dzielnego Porucznika Andrzeja Witold Conti Aż tu pewnego dnia Zjawia się w oberży Incognito sam księżem Pepi Czyli Józef Poniatowski Franciszek Brodniewicz Znany jako Zamiłowany podrywacz Zainteresował się Kasią Licząc na łatwą I przelotną miłostkę No i tu Jak to się dziś mówi Trafia na minę Czego? Pacierza za grzeszną duszę Z beryśniki Anegdota Jak anegdota Okraszona jeszcze przygodami Nadzwyczajnymi Podana zresztą Z niejakim wdziękiem Nie ma się co dziwić Skoro scenariusz Napisał I film reżyserował Konrad Tom Mistrz Polskiego Kabaretu Wiem ciepła jak wróbelka Tak i już jestem Może być dobrze, aby było dużo A co do dziewcząt? Masz asantę samo, Maksymy? No pewnie Lubię ogromnie, jak się biją o mnie Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia tego miłosno-historycznego filmu Życzę dobrej zabawy i trochę wzruszeń I do zobaczenia na następnym seansie w iluzjonie Ej, dziewczyno moja miła Trafi w sercu żal Że nas dola rozłączyła Że nas dzisiaj rozdzieliła dal Ej, zaszumiał wiatr po lesie I po polach gmanie Miosenkę mą zaniesie Tam, gdzie czeka miła ma Muzyka